Здравствуйте, Михаил. Вопрос такой. И вам всем здравствуйте. Мы с мужем из Казахстана. Мне уже скоро 60 лет, а супругу 62 будет. Тоже захотела в Америку. Наверное, глупо скажете вы, но ситуация у нас в стране ухудшилась. Доллар повысился, доходы упали, квартиры в цене упали. Если мы продадим квартиру, как перевезти деньги из Казахстана? Язык мы не знаем, но работы не боимся. Мы казахи, но я хожу в протестантскую церковь. Окружающие плохо относятся. Я поэтому не афиширую. Страна у нас как тюрьма становится. Да и раньше было, что вы рассказываете. Боимся рот открыть. Хотя мы с мужем живем неплохо. Или оставить мне эту мечту уехать в США. Возраст все-таки. Спасибо. Пожалуйста. Значит, вы типичные политические беженцы по религиозной теме. Протестанты. Значит, вас... Не обязательно, что вас преследует государство, но государство вас не может защитить от вот этих вот людей вокруг, которые вас преследуют. Поэтому... Вот то, что я слышу, это как бы такой чистый кейс идет на политическое убежище. Это первое. Второе. Это, конечно, возраст. И... Как вам сказать, все-таки... Ну, вот я вот в этом возрасте, вот мне 60... Я вроде бодренький, понимаете? Но, с другой стороны, у меня диабет, например. Если бы я ставил себе этот вопрос, я бы себя спросил. Как я буду обходиться с диабетом? Может быть, у вас какие-то другие болячки. Я, в общем-то, исхожу из того, что в 60 лет какие-то болячки уже у людей есть. У кого давление, у кого печень, у кого почки. Больше того, есть еще масса болячек, которые ждут своего часа. В виде какого-нибудь такого стресса, когда они проявятся. Поэтому я бы вот как бы... В этой части не чувствовал себя сильно, уверенно и спокойно. С другой стороны, ну, если вы такие, как бы, бодренькие, там, силы есть, и вы так чувствуете себя ничего, значит, вы можете приехать, там, подать на политику. Только это самое. Не рвите жилы, да? Делайте что-нибудь нехитрое. Там, я не знаю, муж может где-нибудь там в охране, там, где-нибудь на стульчике сидеть, на монитор посматривать. Или там деток возить на автомобиле, там, из школы на секции. Там, вы можете тоже присматривать, там, за детками или, там, за каким-то не очень тяжелым пожилым человеком. В смысле, в тяжелом смысле, там, поведения и способности за собой присмотреть. То есть, есть такой работы много. Вы не останетесь без работы, вы не останетесь без денежки. Значит, жилы рвать вам не надо. То есть, вы можете еще спокойно так наинжоиться на всю катушку. В 65 у вас появится, ну, про надо быть гражданином, ну, там, да. Значит, в 65 у вас подойдет медикер. А может быть и не нужно быть гражданином, я не уверен. В общем, в 65 будет медикер. Страховка, значит, медицинская, хорошая, государственная. Вот, потом вам дадут пособие такое социальное. То есть, вам не обязательно 10 лет отрабатывать. Вы гораздо раньше сможете получить вот это вот пособие. Там дальше идут субсидированное жилье, там всякие дела. Можете еще подрабатывать. То есть, какой-то, ну, уже если вы на пособии, то неофициально только если. Ну, в общем, к чему я говорю, что какой-то путь такой есть. Безусловно. То есть, это путь типичный для людей, которые приезжают по воссоединению, например, с родственниками. Но у них есть родственники, которые могут поддержать. Это путь типичный для, допустим, беженской эмиграции. Когда люди приезжают, а у них там, ну, или кто-то есть, или никого нет. Вот. Но обычно, обычно кто-то есть, я не знаю. Те люди, которые есть, не обязательно в состоянии вам помочь там материально, но они могут вам помочь, там, советом, там, еще чем-то. Ну, хотя сейчас такое время с форумами, с онлайновыми такими, комьюнити, что можно и, как бы, создать себе вот этот круг людей еще до того, как вы уехали. То есть, все это делается. Это просто вопрос того, насколько вы готовы... Так, вроде там есть местечко. Насколько вы готовы к таким подвигам? Вот. То есть, никто, кроме вас, на это не ответит. Но, в общем и в целом, да, конечно, а что же... Тем более, вы там в какую-то церковь, там, ходите протестантскую, приедете сюда. У вас есть там, куда пойти. Так, так что... Кстати, я не подумал, если вы ходите в протестантскую церковь, то наверняка через эту церковь вы можете эмигрировать. Вы спросите их. Это же целая линия есть эмиграции по религиозной статье линии. Поэтому, может быть, они вас в церкви научат, как это сделать. Я просто не подумал сразу. Да, это, наверное, первое, что вы должны были бы сделать. Счастливо! Счастливо!